Касается техники, то есть энергетики. Да, мы были на грани энергетической революции. Это Филимоненко, холодный термоядерный синтез. Это была энергетическая революция. Он создал такую установку ТГУ, термоэмиссионная гидролизно-энергетическая установка. Реализация этого проекта означала, что нефть не нужна. Но дело в том, что мы уже подписались под нефть и начали зарабатывать на нефть и деньги. И Запад начал зарабатывать на нефть и деньги. Поэтому в самом конце 60-х годов работы Филимоненко были закрыты. Чертежи и документации изъяты. А в начале 70-х годов, аккурат во время нефтяного кризиса, по официальной версии, они были утеряны. Кстати, нефтяной кризис вообще это очень интересная вещь. Наверное, вы знаете, что кризис начался в конце 73-го года. Но в феврале 73-го года, за 10 месяцев, Киссингер сказал, что нефть в конце года подорожает в 6 раз. Нефть могла подорожать только если ОПЕК предъявит ультиматум. Ультиматум можно было предъявить только если бы произошли какие-то серьезные политические события. Ну, например, арабо-израильская война, которая и произошла. Я глубоко убежден, что без договоренности между США и СССР эта война была бы невозможна. Но она состоялась. И цены на нефть подскочили. От этого выиграли американцы и мы в краткосрочной перспективе. И в Советский Союз пришли, об этом мало кто знает, в 74-75 годах. 170-180 миллиардов долларов и по нынешним ценам это триллион. Ну, в общем, эти деньги, насколько мне известно, даже Брежневу не все сообщили об этих деньгах. Деньги были вложены в теневую экономику, в западную экономику. И потом у тех, кто распоряжался этими деньгами, стал вопрос, что нужно эти деньги, во-первых, в собственность превратить. Ну и кроме того, возникли противоречия между армией и КГБ с одной стороны и международным отделом ЦК с другой. Потому что от этих денег ЦК отсек важные сегменты советской системы. И забегая вперед, вот представьте, мы с вами армия и КГБ, мы знаем, что пришли огромные деньги, а нам дырку от бублика дают. Каким образом мы можем, так сказать, подключиться к использованию этих денег? Что нужно сделать? Война. Конечно, война, и мы начнем распоряжаться этими ресурсами. 79-й год, Афганистан. И действительно, это была... Сейчас у нас появилось целый ряд публикаций, что Андропов, там он был агент, поэтому он нас тащил в Афганскую войну. Да, в Афганскую войну нас тащили три человека, действительно, Андропов, Устинов и Громыка. Но они решали свои ведомственные проблемы. Они, точнее, вот эти два человека, Громыка, это так, как и примкнувший к ним Шипилов в 58-м году. Так вот, они решали свои проблемы, не были они никакими агентами, влияния чужими. Они решали свои проблемы. Другое дело, они решением своих ведомств проблем Советский Союз подтопили или даже утопили. Но это уже другой вопрос. Значит, третий момент. Было ли у нас средство все вот это обеспечить, если бы реализовалось, так, чтобы никто не посмел попасть? Было. Интегрированный оборонно-наступательный океаническо-сухопутный космический комплекс Челомея. Он назывался «Закат», «Закат Америки» имелся в виду, или «Башмак». «Башмак» — это как Хрущев стучал. Значит, помимо вот этого, что это был интегрированный комплекс, кроме того, у него было дополнение. Уникальный подводный автономный автоматизированный контейнерно-ракетный комплекс «Паакарка», разработанный Ткачевым. То есть, эти все вещи размещались вдоль тех границ территориальных вод с США, и даже если Советский Союз пропускал первый удар, вот эти вещи срабатывали автоматом и сносили Соединенные Штаты. В 93-м году несколько наших очень известных людей, которые сейчас большие патриоты, они подарили этот комплекс Ткачева американцам. За просто так, чтобы вот показать, что мы будем теперь дружить. Ведь американцы обалдели. Во-первых, они не знали, что такое возможно. А второе, они стали разбираться, это как вот идиоты или предатели. Но самое главное, у американцев такого не было даже близко. Значит, что произошло со всеми этими, так сказать, вещами? Успешно прошли они испытания в 63-м году, но летом 67-го года работы были приостановлены. В 72-м году тема была закрыта, документация уничтожена. Но формальное объяснение мы подписываем с американцами ОСВ-1 в 72-м году, и нам это все не нужно. То же самое произошло с орбитальной боевой системой Космос-252 Челомея. Это был истребитель спутников. И пилотируемые военно-разведывательные платформы, свернута в 69-м году. Я всем очень рекомендую прочитать книгу, правда ее сейчас трудно достать, автор Бодрихин. Книга называется «Челомей» из ЖЗЛ. Она написана по рассекреченным материалам. Книга, поэтому ее очень трудно достать. Я очень рекомендую посмотреть, потому что вот то, о чем я говорю, это я почерпнул там. Последняя попытка защитить Челомея и всю эту программу, определенной частью нашей номенклатуры, состояла в 67-м году на июньском пленуме 67-го года, где первый секретарь МГК Егорычев поднял вопрос очень из вуалированной формы. Он сказал, что ПВО вокруг Москвы не очень хорошо, нам нужен специальный пленум по вооружениям. Его очень быстро, Устинов был в бешенстве, это был наезд на Устинова. Его очень быстро сняли, и в этом плане 67-й год, а Егорычев поддерживал к всему группу Шелепина. Вот это была последняя попытка отстоять эту военную часть. То есть в середине 60-х годов советская номенклатура отказалась от рывка в посткапитализм. Ну а если мы отказываемся от рывка в посткапитализм, что мы должны? Значит мы должны сближаться в рамках конвергенции с капсистемой.